здравствуйте друзья у нас письмо вопрос на который я пытаюсь ответить и суть вот человек спрашивает вот у нас говорит он в российской федерации а я от себя добавлю что во всем мире тоже так человек может проработать там 5-7 лет на одном месте и у него нет роста никакого и вот как бы начальство на этот счет не париться если ты подходишь там и говоришь что мол надо бы мне как-то вот добавить или что-то они могут сказать там денег нет бизнес плохо идет санкции рецессии там могут сказать ну ищи другую работу то есть как бы не ценят как бы не ценят и вот как вообще в такой ситуации быть то вот как расти во-первых я хочу сказать что мистика с этого вопроса снимется в тот момент когда вы начнете измерять то что с вами происходит в категориях рынка значит demand is supply да то есть спрос и предложение почему человеку можно сказать не нравится вали потому что его легко заменить понимаете его легко заменить другое дело что если мы конкретно там российской федерации говорю то в российской федерации частично экономика рыночная а частично как бы там очень сильный государственный сектор в котором работает ну довольно много народу я вам хочу сказать что не только в российской федерации но вот даже например в соединенных штатах 25 процентов населения задействованы в государственном секторе на уровне муниципалитетов на уровне штатов на уровне федеральным и так далее 25 процентов каждый четвертый работающий в америке человек работает на на government я не знаю я я не знаю статистике вы может оказаться в россии даже меньше не знаю но просто к чему рассказываю что когда вы работаете на government то вот эта ваша незаменимость она как бы еще ниже опускается потому что это как бы не не рыночная структура у нее нет задачи выжить за счет обеспечения там какого-то продукта который хорошо продается будет плохо продаваться они выйдут из из бизнеса вот city college может выйти из бизнеса нет он субсидируется свыше там государство субсидируется поэтому устраиваются выпускники там на работу или не устраиваются там еще чего-то это не это не то как он выживает эти поэтому если вы работаете в госструктуре то еще в меньшей степени вы можете как бы напирать на то что у вас квалификации на то что вы там ценный вклад какой-то вносить там и так далее когда в такой структуре работаете а я хочу сказать что кстати большие корпорации они приближаются по степени так сказать отрыва от личного вклада они приближаются государственным то есть там гораздо больше большую роль играют политические вопросы такие там рука руку моет там корпоративный всякий бардак и так далее то есть чем больше организация тем меньше она связана с реальной жизнью там с тем что тебя купили и продали и так далее реальный вклад реального человека уже куда-то уходит такое небытие так вот становится абстракцией если вы не можете напирать на вашу квалификацию если вы не можете сказать что я вот с моими там навыками умениями там и так далее стою больше а что значит что вы стоите больше это значит что вы можете пойти и где-то на рынке вам больше дадут есть тьма тьмущая народу которые ходят и рассуждают но если кто-то будет их слушать конечно это еще не каждый будет слушать но если вы начнете слушать они вам расскажут что вот он делает что-то и это все вот ему не доплачивает потому что если бы вот ему платили столько сколько на самом деле это стоит то вот он бы получал вдвое больше а так ему кто-то виноват Новые иммигранты, Портнов Компьютер Скул, которая наплодила даровой рабочей силы, индусы, евреи, мировой империализм, сионизм, китайская экспансия на рынке автомобильных покрышек и так далее. Почему это происходит? Потому что отсутствует рыночный фактор, который является общим знаменателем для этого всего. То есть нет общего знаменателя, значит у каждого свой. Значит в попугаях длина удава больше, чем в мартышках. Да, конечно, вот в чем хочешь, что вы меряете. Поэтому до того момента, пока у вас в руках нет оффера из другого места, где написано, сколько вам дали денег, и это существенно больше, чем вам дали там, где вы есть. Вот до этого места, до этого конкретного момента, все рассуждения о том, что это стоит больше, что вы заслуживаете больше, что там вам положено чего-то там такое, я не знаю чего, это то, что вот называется коротким английским словом bullshit. Bullshit. И все. И не надо быть в бизнесе по булшету, надо быть в бизнесе по конкретному действию. Если ты реально что-то стоишь, значит пойди принести джоп-оффер. Ты не можешь принести джоп-оффер, значит сиди тихо, так? Не выпендривайся, не трать свою энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать там, да? И чтобы они еще думали, что ты дурачок и смеялись над тобой. А спроси себя, а почему я не могу принести оффер на большие деньги? И это единственный путь к ответу на вопрос, вот значит, о развитии, о перспективах, там о росте, там или еще чего-то. Значит вот спроси себя, чего мне не хватает? Вот что бы такое должно было быть у меня, чего у меня нет? Мы сейчас живем в мире очень таком, так сказать, проволочном, да? Да, все подключено, все соединено. Вы можете жить на другом конце света и тем не менее общаться с людьми, вот так как мы сейчас с вами общаемся. И у нас тут 90% людей, которые наш канал смотрят, люди живущие за пределами Северной Америки, там США и Канады. И тем не менее мы спокойно общаемся, да? Комментарии, сообщения, там видео смотрим. Значит, вы можете найти в своей стране, в своем городе, в своей индустрии людей, которые вам как бы в личном порядке присоветуют и скажут, чего вам не хватает. Значит, это единственный путь. Других путей нет, потому что все остальное это как в лотерею играть. И это ходить всю свою жизнь, гудок весь, в парк выпустить весь в гудок. Понимаете, гудок есть, а движения нет. Потратьте свою энергию лучше не на то, чтобы ходить и переживать, а потратьте ее на то, чтобы двигаться вперед профессионально. Конечно, можно сказать, а я живу вот в таком месте, где вообще двигаться некуда. И поэтому половина всего населения Российской Федерации, раз мы уже говорим о Российской Федерации, половина населения Российской Федерации живет в двух мегаполисах. Вот Москва и область, и там Санкт-Петербург и область. Вот, собственно, и все. Вот на этом месте живет половина населения страны. Почему? Ну, потому что хочется жить в таком месте, где есть перспектива, где есть возможность роста. Вот, понимаете, вот Москва и Питер для России это то же самое, что, скажем, Америка для всего остального мира. Это место, куда люди стремятся. Значит, Москву и Питер стремятся со всей России. Скажем, в Америку стремятся со всего мира. Почему? Больше возможностей. Человек, который осознает, что он способен на что-то, ему, конечно, надо попасть в такое место, где эта способность реализуется. Потому что, если какое-то время пройдет, и способность не реализована, то уже и способности никакой не будет, она куда-то денется. Или в алкоголь уйдет, или там, я не знаю, каким другим боком оно будет происходить. Но, в общем-то, способность тоже не вечная. Способность развивать надо. Поэтому единственным путем можно в этом деле ходить. И этот путь называется «я пошел и сделал». Если вы говорите себе, мне кто-то должен со стороны прийти и что-то сделать, не работает. То есть, я не хочу сказать, что в принципе это невозможно. В принципе это возможно. Это называется ждать у моря погоды. Да, конечно. Есть другие способы. А вот там вылизывание задницы, там, я не знаю, что еще бывает. Но это не профессиональный рост, это не карьерный рост. Вылизывание задницы, это как бы немножко из другой области совсем. И многие люди очень успешно, так сказать, и вылизывают, и движутся, и у них целая карьера. Их даже уважают за то, что они смогли так вылизать, что... Понимаешь? Но если вы хотите расти профессионально, значит вы растете профессионально. И вы не идете к начальнику со словами «дайте мне больше денег». А вы приносите ему джоп-офер из другого места и говорите «чувак, мне вот тут дают, если хочешь там как бы обсудить, давай, а нет, так я пойду». Вот и все. Я вам больше скажу, если вам в другом месте дают такой оффер, так может быть уже идите, не обсуждайте с этим начальником. Что с ним обсуждать? Он будет чувствовать, что его поимели. Он не будет вот счастлив от того, что вы согласились у него работать за большие деньги. Никакой радости у него от этого не будет. У него будет ощущение, что его поимели. Зачем вам работать с человеком, который вас не любит? Дали оффер. Двигайтесь дальше. Вот и все. Возьмите свои руки. Скажите, я, вот у меня свой бизнес. Мой бизнес называется Миша Портнов Incorporated. Или там Corporation. Вот и все. Вот занимайтесь своей корпорацией. Занимайтесь своими assets, своими активами. Ваши активы – это люди, с которыми вы можете иметь дело. И это те знания, которые вы можете предложить. Знания, умения, навыки. Вот этим занимайтесь. Наращивайте активы вашей корпорации. Там, Вася Пупкин Corporation. И все. И вот будете расти. Расти и расти. И никогда не ждите ни от кого ничего. То есть вы можете ждать. Вам даже могут обещать. Но, как вам сказать, ни одна корпорация не существует для того, чтобы вас лично осчастливить. Или меня лично осчастливить. Она может считаться с вами, если вы вносите какой-то уникальный вклад. Эта корпорация может с вами лично считаться. Но, еще раз, чем больше корпорация, тем меньше вы представляете интереса, чтобы с вами считаться. А вам, может быть, хочется работать в большой. Многим людям хочется работать в большой корпорации, где бенефиты. Где здание красивое. Где, я не знаю, там, банкеты устраивают, корпоративы и так далее. Но, чем больше вы вот к этой мечте движетесь, тем меньшим винтиком в этом во всем вы являетесь. Вот, как бы, полка двух конца. Вот. И, как бы, экстремальным вариантом было бы, например, иметь свой собственный бизнес и работать в своем собственном бизнесе. Со всеми плюсами и со всеми минусами. То есть, плюсом является то, что вы не зависите от того, что вам начальник какой-то дал или не дал. Вот, все, что заработали, все ваше. Минусом является то, что вы можете вообще ничего не заработать. Если сейчас вы можете ходить и говорить, да этот начальник, да он мне там то, да вот оно, все. А начальник всегда дурак, между прочим. Понимаете, ну так вот, ну дальше-то что? Вот. А можете вообще ничего не заработать. Понимаете, тогда кто дурак? Что получается и виноватых нет. Нет, ну опять империализм, евреи, там все понятно, но конкретно-то что? Поэтому я понимаю, что это вопрос от человека молодого, который пытается как-то определиться стратегически в своей жизни. И я поэтому ему и отвечаю в этом ключе. То есть, я не прикалываюсь. И, может быть, если я так гротестково немного рассказываю, ну просто чтобы подчеркнуть, как бы выпукло показать, понимаете, сущность, вот ответа на это, на все. Значит, ответ такой, либо ты сам контролируешь свою жизнь, либо кто-то другой контролирует твою жизнь. И тот другой, кто контролирует твою жизнь, у него нет для тебя ничего. И не то, чтобы даже вот он, скажем, если бы очень хотел, был бы не в состоянии тебе что-нибудь подкинуть, но дело в том, что не для того он вот этим всем занимается, чтобы кому-то там подкинуть, кто считает, что ему больше положено. Ну, правда. Ему самому так никто же никто не даст. Давайте более сложный механизм. Я хочу сказать, что, ну давайте так я вам поностальгирую. Значит, я закончил институт связи. До этого физмат-школа очень хорошая. Вы истите связи, я за пять лет ни одной четверки не получил. Я был круглый отличник, включая общественные дисциплины, там, хренотень все это. И, значит, на работу меня никуда не брали, потому что я еврей. То есть я был, как бы, я еще член там бюро комсомольского был, я был редактором газеты факультетской. Значит, у меня общественная нагрузка и вроде все такое. Ну вот, короче, не берут никуда на работу. И взяли меня в конструкторское бюро. Называлось оно ЦКБ Министерство связи. И в ЦКБ Министерство связи в этот год нас пришло 16 человек. 15 были евреями. А была одна русская девочка, которая жила в доме напротив. И она просто договорилась. Заранее пришла в кадры, договорилась, что она там будет работать, что они ее берут. И вот пришли мы туда, значит, я вам так, значит, первое впечатление, я захожу туда, в отдел уже, третий отдел номер 3 такой у нас был. Я туда захожу, и там стоят такие куча народу, пришли на молодых посмотреть, смотрят, значит. А мы еще разовощеки, такие молоденькие, там 20 лет, 21. И, значит, и был у нас такой там юморист скабрезный, Аркадий Ройтман, его звали. И он, значит, подходит, смотрит на меня и говорит, ну чего, с красным дипломом небось? Я говорю, да. Он говорит, можешь усраться, говорит, тут у всех красный диплом, говорит он. И, значит, ну это такие шутки у него были. И вот сидел я в этом КБ. В это время как раз, КБ хорошее было, у меня самые теплые воспоминания, я очень интересными вещами занимался, я просто рассказываю про рост, да, мы же говорим про карьерный рост. Да, а на вас еще нет этого, черной метки-то на вас нету, да, вот вы там живете в Российской Федерации, но у вас нет черной метки. А у меня была. И вот, значит, сидим мы, целый отдел, черной метки, значит, 25 человек, 22 еврея, двое половинки. Вот такой отдел. И, значит, и все отличники, все с красными дипломами, вундеркинды там, все дела. И вот, значит, сидим мы. А в это время объявили, что люди, которые выходят на пенсию, если они сколько-то там лет проработали на одном месте, или там непрерывный стаж у них какой-то, в общем, непрерывный стаж, сколько-то лет, у них будет надбавка к пенсии 10%, то есть не 120 рублей, вот максимальная пенсия была 120 рублей, а 132 рубля за то, что у них там какой-то непрерывный стаж, какой-то там продолжительность. И вот люди, которые, по идее, должны были бы уйти на пенсию уже, вдруг, значит, поняли, что если они там еще пару-тройку лет поработают, то у них пенсия будет больше на 10%, и они не уходили на пенсию. И вот все это КБ встало, там было много людей таких уже в возрасте, то есть молодняка было мало. И вот эти люди постарше, они все встали таким, значит, ступором и не уходят никуда. Значит, я проработал первый год, у меня должность инженер, там 100, не помню, 10 рублей, 110 рублей. В некоторых конторах вот таким круглым отличникам там давали десятку сверху, у нас не давали, вот у меня было 110 рублей, и, значит, проходит год, и там такой процесс, раз в год проходит аттестация, и меня аттестуют не на инженера-конструктора третьей категории, это следующая должность, а через одну, на вторую, понимаете, меня аттестуют через категорию. А категории-то нету, должности-то нету, ну, ну, аттестовать можно, а должности-то нету. Проходит еще год, значит, и я уже, по идее, должен был бы быть первой категорией, а я все еще инженер, даже не третий и не второй. И тут трагическое событие, женщина работала у нас, изумительная, красавица, умница, слов нет вообще, 30 лет девчонке, и она умирает, у нее что-то там началось, потом ее лечили, потом опять лечили, короче, она умерла, что-то там, я не знаю деталей, но, в общем, очень трагическое было событие. И вот она была конструктором третьей категории, и мне, которым уже пора первую получать, дают вот эту вторую, третью, я извиняюсь, третью, которая там на десятку больше. Ну, в общем, что я хочу сказать. И вот это ощущение унизительности вот всей этой системы, и не имеет никакого значения, что ты там делаешь, и какой-то там у тебя уникальный вклад, и какой-то там вундеркинд, и сколько ты там своих пятерок получил, как можно в сортир спустить, и так далее. И самое главное, что уйти некуда, понимаете? И это в Москве, в Москве уйти некуда, потому что 95% мест, куда, в принципе, можно было бы уйти, тебя не возьмут, потому что ты еврей. А те места, куда тебя возьмут, это не будет интеллигентная работа в конструкторском бюро или в НИИ, а это будет работа на стройке. Вот, пожалуйста, можно пойти в какой-нибудь строительный трест, они там кабель прокладывают, или они там телефонные станции монтируют, вот, и будешь там с прибором бегать, значит, там налаживать. Это очень квалифицированная работа, между прочим. Очень-очень высококвалифицированная работа, и там платят здорово. Ну, я разработчик, понимаете, я как бы такой весь интеллектуальный мальчик, физмат-школьник такой, отличный, академический, понимаете? И, в общем, что я хочу сказать? Как вот, что там, чего? И я ушел вообще в другую индустрию, я ушел из связи, я пошел, меня взяли старшим научным сотрудником в институт, они где профтехобразованием занимались, я начал заниматься разработкой методов быстрого обучения. Я к этому времени уже закончил, я получил уже педагогическое образование тоже, я закончил заочно матфак университетов в Твери, тогда это называлось Калинин, там есть госуниверситет, я получил второе высшее образование, в частности оно было педагогическим, то есть это там математик-преподаватель. И вот меня взяли в этот НИИ, а у меня тогда еще вышла книжка, тоже я в соавторстве писал учебное пособие для техникумов по междугородным телефонным станциям. Я там несколько главок написал там по электронному оборудованию, и вот у меня уже была книжка вот эта, и я уже там сколько-то лет проработал был электронщиком, и нужен был электронщик вот в этой вот конторе, которая занималась профтехобразованием, и вот как-то так вот меня туда взяли, старшим научным без степени. И уже оттуда я потом в аспирантуру поступал там и так далее. Понимаете, я просто ушел из той области, в которой мне брочили замечательную карьеру, меня все любили, все было замечательно, меня носили на руках. И я был там, я не знаю там, какой незаменимый, но при этом, при всем, все, что мне оставалось, это уйти оттуда, потому что это было так удивительно и так мерзко, и я по молодости лет не мог это вынести всего. При том, что я вырос в этой стране. Понимаете, и 99% того, чего я сейчас считаю откровенным дерьмом, я тогда даже не замечал как дерьмо, я считал, что это норма, потому что я о другой жизни не знал тогда. И вот даже вот того, что вот там было, это было настолько гадко, вот я просто ушел в другую область. И мне старшего там, старшего поколения люди, которые тогда были вот как я сейчас, они мне говорят, Миша, это безумие, говорили они, ты не можешь этого сделать, ты не можешь уйти из инженерного дела, ты талантливый инженер, ты звезда, там, туда-сюда. А я этого, я не слышал этого ничего. Я от унижения от этого, от гадости, от мерзости этой вот Савковой, меня колотило все. Понимаете? Поэтому так я вдруг, что-то на свои воспоминания перенеслось. Вопрос-то, в общем, о другом был. Но, что я хочу сказать, это вечный вопрос. Он всегда задавался, он всегда будет задаваться. Это хорошо, вот допустим, еще в Москве, там еще хотя бы есть что-то, там большой город. Хорошо в Кремниевой долине, у тебя здесь не пошло, ты в другое место пошел. В Нью-Йорке, в Чикаго, да? А если ты живешь в небольшом городе, тогда что? А если там вообще одно, там, градообразующее предприятие, и все. И там у тебя не идет, и тебе и уйти некуда, тебе оффер неоткуда принести. Тебе только вот сесть там на трачок и катить в другой город куда-нибудь. И сначала все начинать. А может и не сначала. Поэтому, хороший вопрос, жизненный. Я бы сказал, из вечных, из философских. Но вопрос такой, и ответ такой. Если сам на себя не возьмешь, никто тебя в клювики не принесет. И опасность этого всего состоит в том, что время идет, и ты привыкаешь к этому, и ты перестаешь возмущаться. И ты уже говоришь, да хрен бы с ним. А там у тебя дети, а там у тебя еще что-то. И ты уже, ну, ладно, ну, в конце концов, ну, там, может быть, в следующей жизни, там уже, когда реинкарнируемся, может быть, там. Понимаете? Вот в этом опасность основная. Когда ты привыкнешь к этому и перестанешь замечать, вот тогда самое хреновое. А пока ты чувствуешь, что это неправильно, значит, ищи решение. Причем ищи сам. Не жди, что за тебя решат. И даже если тебе бросят какую-то подачку, это еще хуже. Вот тебе дадут там что-то. Скажут, ладно, он уже 5 лет работает, надо ему чего-нибудь там накинуть. И ты вместо того, чтобы свалить из этого бурдака куда-то, где у тебя есть возможность для кардинального рывка, вот, остаешься там же на 3 копейки, тебе добавят, и останешься в том же самом болоте, так на другую кочку переполдешь, и все. Вот, друзья, такая у нас с вами сегодня беседа получилась. Счастливо!